Более 50 обращений с начала года поступило в адрес депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонида Брича. Темы, озвучиваемые в рамках таких прямых телефонных линий, реже касаются каких-то личных ситуаций. Чаще вопросы актуальны для определенной категории населения. А порой общение с депутатом – это первая инстанция, куда обращаются горожане. Тогда здесь же, на месте или по телефону, они получают реальную первую консультацию. Вот за этот год, уже практически за полгода организации приема в округе, обратилось около 50 человек. На личный прием, на прямую телефонную линию. К сожалению, сейчас в условиях пандемии как-то больше телефонный разговор у нас. Но мы практикуем работу сегодня приема и личных граждан, когда уже такие вопросы злободневные, которые действительно по телефону сложновато объяснить. Наиболее часто встречаемые и задаваемые вопросы – это, конечно, благоустройство. Благоустройство как улиц, дворовых территорий, каких-то коммунальных услуг, недовольства. Где-то в подъездах ремонт, где-то ремонт входа в подъезды. Ну, практически до 70% тут вопросы связаны вот именно с такими, сказать, коммунальными вопросами. Одной из озвученных накануне тем стала проработка законодательства для индивидуальных предпринимателей. В числе прочих звучат вопросы по благоустройству, ремонту дорог и тротуаров. Говорить об этом можно долго, но не получается. Беседу прерывает звонок. Я ответил в первую очередь на комитет, задавал вопрос, писал, по этому поводу. Поднятая в этот раз тема касается садовых товариществ. Проблемы тех, кто проживает там на постоянной основе, либо в период отпусков, не раз поднимались на разных уровнях. За последние десятилетия функции дачных поселков кардинально поменяли назначение. Из территории для земледелия они превратились в места проживания. И люди стремятся иметь там достойные условия. Но каждый вопрос требует детального изучения. Владимир Владимирович, а вы не член садового товарищества этого? Нет, я член соседнего. Вопросы пересечения границы оказались также насущными. Особенно для тех, кто хотел бы посетить Украину. На Брещине немало выходцев из этого государства. И сегодня у них есть проблемы с поездками. В частности, у тех, у кого на территории сопредельного государства остались захоронения близких и родных. Такой вопрос, который действительно сегодня требует решения, решения, наверное, на государственном уровне. В частности, обратилась жительница, избирательница округа, жительница Ленинского района по вопросу выезда за пределы нашей страны на территорию Украины. Вот те ограничения, которые у нас сегодня существуют для выезда наших граждан, как раз и породили вопрос о том, как выехать на могилы родственников. Озвученные напрямую телефонные линии вопросы будут взяты на карандаш. И ни одна тема не останется без разъяснения или компетентного ответа.